Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Мы с вами только что слышали послание апостола Павла, в котором он продолжает эту полемику с несмысленными галатами, в которых кто-то убедил, что главное для христианина это соблюдать все предписания иудейского закона, то есть совершить обрезание и соблюдать шаббат и кашрут. И вот апостол Павел пишет им в который раз о том, что делами закона невозможно оправдаться. Надо сказать, что в западном мире, где Слово Божие было распространено на латинском языке, видимо, какие-то нюансы исчезали, потому что там возник совершенно непонятный спор о том, что важнее – дела или вера, и как можно оправдаться делами или верою. Вот эти слова, что не оправдаетесь от дел закона, она почему-то стала восприниматься как «не оправдаетесь тем, что будете делать добрые дела». Причём тут добрые дела, дела любви и милосердия, на таковых нет закона, как говорит тот же апостол Павел. Вот. И дела закона. Но, тем не менее, в своё время Лютер даже хотел убрать из перевода своей люторовской Библии на немецкий язык послание Якова, где говорится, что вера без дел мертва. А на самом деле всё очень понятно. Дела закона, обрезание, соблюдение правил шабата и кашрута, они дают лишь внешнюю принадлежность человека к некоторому сообществу, в данном случае к сообществу иудейскому, что само по себе служит, даёт возможность подойти к Богу. Закон – он детоводитель ко Христу, такой педагог. Но, тем не менее, не означает, что человек действительно на самом деле соблюдает тот закон, который заповедовал Господь. То есть, что он сам действительно становится носителем правды Божьей. И поэтому апостол Павел использует другую логику. Он говорит, что мы должны спасаться верою в Иисуса Христа. Он объясняет это так, что Христос не является служителем греха. Он не может творить то, что разрушает то, о чём он говорит. У него слова с делом не расходятся. Ну, в отличие от фарисеев. Поэтому, если мы веруем во Христа, то мы и следуем Ему, то мы таким образом не совершаем греха и спасаем свою душу. Весь вопрос только в том, как нам веровать во Христа. Та вера, которая спасает, – это как раз и есть та вера, о которой говорит апостол Иаков, что вера без дел мертва. Это и есть та вера, которая говорит о том, что Христос уже, как говорит апостол Павел, живёт во мне. Вот плоть ветхая, она распята вместе со Христом. В таинстве крещения она умирает. Умирает ветхий человек. Человек эгоистичный, себелюбивый. А рождается новый, облекается во Христа. И он говорит, что уже Христос живёт во мне. И вот эта вера и спасает человека. И в сегодняшнем Евангелии мы видим, что Христос говорит своим ученикам, что кто верит в Меня, пусть возьмёт крест и идёт за Мной. То есть Христос точно говорит о том, что вера во Христа подразумевает крестоношение, подразумевает некоторый такой подвиг во имя Христа. Подвиг в том, чтобы идти против Духа мира сего. Дух мира сего, он настолько въедливый, и он так себя защищает, что действительно идти против него трудно. Те, кто идёт против Духа мира сего, а это Дух себелюбия, эгоизма, Дух ненависти, злобы. Но кто идёт против этого Духа эгоизма и себелюбия, тот сразу становится объектом нападок остальных людей. Потому что для них самое лучшее оправдание – это все так живут, все так поступают. И вот вдруг, представляете, кто-то один поступает не так, вот не по понятиям, которые существуют в мире. Что это значит? Тут только два варианта. Или эти понятия неверные, или этот человек неправильный, сумасшедший или ещё что-то. И поэтому просто исполнение правды Божьей вызывает не просто неприязнь, ненависть тех людей, которые держатся за вот эти правила и понятия века сего. И поэтому выступить против этого значит нести определённый крест, крест поношения со стороны тех людей, которые живут по закону эгоизма. И Господь объясняет это ученикам своим. Он говорит, что кто душу свою сохранит, тот её погубит. А кто душу свою погубит, ради меня Евангелие, тот сохранит её. И тут вот некоторое недоумение. Как же так? Погубит душу – это хорошо, значит, сохранит. А сохранит – это значит плохо. Дело в том, что здесь два значения слова «душа». В одном значении – это бессмертная душа, которая есть у человека, а в другом – жизнь. Можно было бы грубо перевести эту фразу так. Кто шкуру свою сбережёт, тот душу свою погубит. А кто не пожалеет своей шкуры ради Христа и Евангелия, вот тот душу свою соблюдёт. То есть, опять-таки, кто выступит против вот этого закона эгоизма. И Христос объясняет, что это на самом деле универсальная мысль, потому что он предлагает посмотреть, а что будет. Вот если человек приобретёт весь мир, а душе своей навредит, что он будет делать? Какими богатствами этого мира он сможет выкупить свою душу, которая отдана сатане? Да никакими. Никакие богатства мира, ничего, чем может обладать человек, ничто не может сравниться с ценностью души. Потому что душа, она вечная и бессмертная. А все богатства, они суетные и приходящие. Сегодня он стоит столько валют, а завтра столько. И что, и все сбережения обратились в прах, даже ещё мол их не съело, а их уже, можно сказать, нет. Поэтому Господь и призывает, прежде всего, думать о своей душе. А это значит, жить той верою во Христа, значит, действительно, крепко стоять за правду. Как бы внешний мир не пытался бы убедить нас, что мы неправы, а может быть, даже и насмеяться, и надругаться с нами. И в этом и есть подвиг крестоношения в наше время. Аминь. Спасибо. Спасибо.